НТВ возрождает легендарный проект! Нет! Это фактор страха! После долгой подготовки мы отправились в один из самых древних и самых красивых городов России. Город-герой Тула! Мы изучили все самые главные фобии человека. И с помощью специалистов превратили их в сложнейшие испытания. Шесть известных и самых отважных людей нашей страны каждую неделю будут проходить по три страшнейших испытания. Чтобы бросить вызов самым сильным соперникам! Самим себе! Мне страшно, черт! Наши звездные участники не верят! Что еще могут испытать первобытный ужас? Но как бы они не храбрились, мы найдем то, чего они боятся больше всего в жизни. Нет! Нет! Я не хочу этого делать! Я не хочу этого делать! Нет! Это фактор страха! Я на то лицо! Все трюки, которые вы увидите, подготовлены и контролируются профессиональными каскадерами. Они крайне сложны и опасны. Поэтому никогда и нигде даже не пытайтесь их повторить. Это фактор страха! Сегодня посмотрят в глаза своим страхом актриса Наталья Медведева. Я человек, который обожает приключения. Я авантюрист. По жизни в крови. Стендап-комик Иван Пышненко. Мне хочется, чтобы мои дети, когда будут смотреть меня по телевизору, понимали, что их папа молодец, и он может. Ведущая программы сегодня Айна Николаева. Я всегда с удовольствием принимаю участие в проектах НТВ. Хочется испытать себя в чем-то новом, в чем-то другом и посмотреть, все ли я еще на коне. Рэп-исполнитель Александр С.Т. Степанов. Любой человек, который говорит, что я пришел на фактор страха не для того, чтобы выиграть, а чтобы просто принять участие, лукавит. Конечно же, я сюда пришел для того, чтобы победить. Музыкант Никита Пресняков. Я пришел на фактор страха столкнуться с испытаниями, в которых я бы смог преодолеть себя, реально преодолеть какие-то свои страхи, сломать привычные рамки. Актриса Настасия Самбурская. Я это делаю, значит, ради 250 тысяч рублей, чтобы отдать это в приют для кошек и собак. Вот. Ради этого стоит сгореть, утонуть, обожраться. Когда я увидел завод, я думал, что здесь какие-то сейчас будут сооружения, не знаю, пилы, жуки, все вместе как-то на тебя свалится. Очень сильно пахнет бензином. Мне страшно. Главное, волосы, чтобы остались на голове. Так хочется тараканчик съесть. Я не особо везучий человек, поэтому думал, будет 100% какая-то жесть. Добро пожаловать, вы на «Факторе страха». На этом шоу вы узнаете, способны ли вы контролировать свой разум в экстремальных ситуациях. Или это делают ваши страхи и фобии. Если вам удастся побороть их и взять под контроль, вы сможете выиграть 250 тысяч рублей. И бесценное звание победителя этого выпуска. Впереди вас ждет три жутких испытания. В тот момент, когда страх скует вас по рукам и ногам, помните, все только началось. Итак, первое испытание. Горящий человек. Я же говорила, огонь. Мне было страшно. Загореться, конечно, не хочется. Да что, серьезно гореть будем? Ну, не бывает же. Вы будете проходить испытания по очереди на скорость. Перед вами столбы, на которых установлены факелы. Для начала вы подожжете собственную руку. На что я вообще согласился? А надо ли мне это? Потом пробежите змейкой по пути, поджигая факелы. Это нужно сделать так быстро, чтобы здесь не запахло жареным. Брови хотелось бы сохранить. Все-таки я лицом в кадре работаю. Дальше проходит тот, кто сделал это быстрее. Итак, жребий решил, что давайте место девушкам уступим все-таки. Спасибо, Ваня. Первым загорится Саша СТ Степанов. Спасибо. Я нервничаю, я не собираюсь это скрывать. Я приехал сюда понервничать, попереживать, испытать страх. Испытание «Горящий человек» начинает Александр СТ Степанов. И я надеюсь, что сейчас он зажжет. А я ему помогу. Я сейчас так пройду вообще. Я сгорю, но пройду. На ста! Внимание! Поехали! Я поджигаю. Довольно-таки неприятное ощущение. Но пока еще не сильно разгорелась рука. Она сильнее разгорится? Я думаю, что да, потому что я вижу, что у него уже потихоньку загорается и спина. Очень хорошо. Ну, волнительно, честно. Совсем в языке огня перед лицом. Такое ощущение, что сейчас огонь может перейти на бороду. А, вот видишь, к шее, к шее, к шее пламя, когда бежит. Мне в какой-то момент показалось, что горит здесь все. Я такой думаю, ну ладно, что, надо бежать. Потому что желание победить было сильнее. Быстро, быстро справляется. Не поджег одну. Ваня, я от тебя это не ожидал. Ну, просто некрасиво с твоей стороны. Молодец, Ваня. На моменте, когда потухла рука, я думаю, блин, ну, может быть, из-за того, что я долго уже делаю, и рука потухла. Хорош, хорош. Стоп! Ну, неплохо. Я потратил много времени на дополнительный поджог руки. А так, ну, довольно-таки быстро для первого раза, я считаю. Хорошо, что ты первый. Я бы растерялся, честно говоря. Я бы просто, ну, про все. Ну, и все. И домой пойду, да. Ну, конечно, он гнида. Но это фактор страха. Здесь каждый сам за себя. Подожди, я могу ему поставить подножку? Конечно. Да? Легко. Только сейчас, не во время испытаний. Ты можешь, как бы, собирать вещи домой. Я думаю, что Иван пытался устранить конкурента. Сейчас я вообще чувствую себя самым слабым звеном в этом. Потому что, как говорится, папа пельмени любит. Итак, следующим, кто отправится на наше огненное испытание, станет Настасья Собурская. Ну, я не умничаю. Мне страшно, черт! Испытание «Горящий человек» начинается для Настасии Самбурской. Настя, ты готова? Да. Я подумала, ну, Сашка же не сгорел. Так я и не сгорю. На старт! Внимание! Поехали! Как она быстро подожгла руку. Чувствую, что пламя в лицо летит, а мне пофигу. Потому что мне кажется, что явно я умру своей смертью, а не сгорю нашел. У нее все хорошо получается? Очень быстро. Как она очень быстро поджигает просто. Начала я очень бодро, потому что вот я себе в голове придумала такую картинку, что я буду только вот просто проводить рукой, и все будет загораться. Один не загорелся, если ты видишь. Давай, давай, давай! Отлично! Молодец! Молодец! Так не загорелся! И этот не загорелся! Давай! Все хорошо! Следи, следи! Не торопись! Не спеши! Не спеши, главное! Волосы береги! Это называется, не знаю, поспешишь людей, насмешишь, что ли? Вот так. Нет, 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 нет! Еще один! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Да! Спасибо участникам, что они все-таки не молчали, они кричали, что вот не подожгла, иначе я бы, честно говоря, не заметила. Последние два! Давай, 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 давай! Стоп! Вау! Если бы все сработало, так как я себе нарисовала, то, наверное, время было бы покороче. А так? В общем, я недовольна. Следующий, кто отправится на наше огненное испытание, станет... Айна Николаева. Огонь – это все-таки одна из главных стихий, и держать ее под контролем очень сложно, поэтому, ну, немного страшновато, да. Айна готова. Сейчас мы посмотрим, как она пройдет испытание «Горящий человек». На старт! Внимание! Марш! Когда рука вспыхивает, очень быстро чувствуешь тепло. То есть, несмотря на все предпринятые меры, предосторожности, все равно есть ощущение, что это огонь, и надо бежать и стараться держать руку так, чтобы языки пламени не задели лицо. Ой, 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 ой. Блин, это тоже опасно так бегать. В этот момент я думала о том, чтобы поджечь все факелы. Не особо, по-моему, торопится. Айна, как я могу? Нормально, нормально, нормально. Она просто размеренно все делает. Я бежала небыстро, потому что мне не хотелось возвращаться и снова поджигать эти факелы. И вообще, тише, едешь, дальше будешь. Мне так горят. Было такое, когда я думала, что все, рука потухла, но когда ты подносил ее к факелу, пропитанному горючим материалом, рука вспыхивала снова. То есть это был какой-то такой коннекшн. Еще, 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 быстрей, быстрей, быстрей! Зачем ты поддерживаешь-то наоборот? Да не, ну, она просто не знала. Еще одна, еще одна, вернись. Все, 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 молодец! Мне удалось поджечь все факелы. Единственное, может быть, это было медленно. Ну, вообще, посмотрим. Есть просто удача. Она иногда сопутствует совсем не самым сильным. Итак, сейчас мы посмотрим, как пройдет это испытание самой улыбчивой среди вас. Иван Пышненко. Давай, малыш! Когда вы видите, что здесь, например, комики и юмористы улыбаются и смеются, это нервный смех. Это так. Страшно. Вань, волнуешься? Конечно. Волнуйся. Ваня, я буду болеть за тебя. Мы придумали кричалку. Я буду болеть за Ваню. Ваня, мне просто нравится. Ваня смешной. На старт! Внимание! Пошел! Ваня, лузер, лузер, лузер! Лузер, лузер, лузер! Лузер! Потому что я себе до этого не придумал ничего. Я бы, наверное, как так или уже... Да что ж ты делаешь, так? Ты как он придумал? Он прикрывает лицо, смотрите. Закрывал лицо, потому что пламя может попасть в саму роговицу глаза. Зачем это надо? Аккуратненько. Смотри, как он круто делает. Потух, 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 потух! Да ну... Стоп! Но уже как-то поспокойнее стало. Надеюсь, что пройду дальше. Ну что, ребята, не повелся ни разу. Молодец. Поздравляем, но не искренне. Мне очень помогла ваша поддержка. Спасибо большое, особенно в начале. Что-то кричали. Лузер, лузер, лузер! Буст, буст. Прикольно, когда соперничество есть какое-то. На испытание «Горящий человек» отправляется Наталья Медведева. Давай, давай! Жги, как говорится. Перед самым началом, перед стартом, у меня вот так вот все так тух. И я такая, так, надо успокоиться. Потому что если я спокойно и холодно пройду, будет намного круче. Она кричала «Лузер», когда ты проходила испытание. Я знаю, я знаю. Но мы же тоже приготовим сейчас, конечно. Я с тобой. Да, с тобой вместе. Поднимаем. Потому что я не хочу домой после первого испытания. Первое испытание «Фактора страха» начинается для Натальи Медведевой. На старт! Внимание! Поехали! Только я в тебя верю. Смотри, смотри. Я вообще никогда не думала, что мне придется что-либо на себе поджигать. Но, в принципе, прикольно. Я люблю такой экстрим. Хорошо идешь. Очень хорошо. Идешь. Я даже не понимаю, как ты это делаешь. Просто молниеносно. Вот я так поняла, что здесь, если ты начинаешь импровизировать, как раз ты на этом теряешь время. А если ты четко понимаешь, как ты бежишь, тогда это получается намного быстрее. Я как-то сразу в долю секунды поняла, что скорость терять нельзя. Я просто отвела глаза так быстро. И такая, а, про себя подумала. Ах вы. Я надеюсь, что она сейчас после последнего факела подожжет и вас. Серьезная. Как она проходит предпоследний стоп, вы посмотрите на нее. И последний факел. Стоп! Ну, это просто маленький зверь. Просто. Вы посмотрите на выражение лица. Я рада тому, что я смогла совладать со своими эмоциями. И четко, как робот-солдат, все сделать. Этим я довольна. Я говорил, что она актриса, она играет. Вот это я волнуюсь. Я сама уверенно повторю. Всех к себе расположу. Никит, по твоим ощущениям, Наташа справилась быстрее всех? Я до этого как-то даже не нервничал, а вот теперь мне страшно. Ты видишь? Ты вселяешь в людей страх. И это очень хорошо, потому что мы на факторе страха. Никита, если ты готов, то я желаю тебе удачи. Но заметь, только я. Эти люди навряд ли. Будь медленнее меня. Береги свою аристократическую белую кожу. Уже начинают звуки тревести сейчас. Блин, ребят, вы нагнетаете меня. Итак, мы начинаем испытание «Горящий человек» для Никиты Преснякова. Пытаюсь убедить себя, что это все какая-то видеоигра. И я просто персонаж какой-то игры, где нужно сделать все за отведенное время. На старт! Внимание! Пошел! Внутри испытания действительно, ну, все превращается у тебя в какую-то видеоигру. Ты уже не думаешь, там, обожжет тебе огонь, не обожжет. У тебя есть задача, у тебя есть время. Ты как превращаешься в такую машину и делаешь. Как будто практиковал это. Ну, как ниндзя бежит такой. Сейчас погасит, погасит, погасит! Ну! Я помню, что надо держать руку как бы прямо и нести его. Потому что, когда ты двигаешься так рукой, то ты сбиваешь огонь. Пусть погаснет, а! Эх, та не зажглась! Попытался как мог. Я настолько абстрагировался, что я даже не слышал, что говорят ребята. То есть для меня это проводилось как-то... Просто такой какой-то фоновый режим. Да, ниндзя, ниндзя. Стоп! Стой, 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 Никита, остановись. Это был, наверное, самый такой прямо очень страшный момент. Мы закончили первое испытание. Все участники подожгли по 20 факелов. Это максимальное количество. Браво! Но вы все сделали это с разной скоростью. И двое из вас покинут фактор страха уже после первого испытания. Потухнуть в самом начале – это обидно. Но таковы правила нашего шоу. Сейчас я назову ваши результаты. Александр Степанов, он же СТ, на зажжение 20 факелов потратил 45 секунд. Поаплодируйте мне. Поаплодируйте. Это неплохой результат. Я на мотоцикле стукаю. Всего на 2 секунды меньше него потратил Иван Пышненко. Ах ты, Пышненко. 43. То есть 43? 43 секунды. 40 секунд. Таков результат Натальи Медведевой. И быстрее всех прошел испытание Никита Пресняков. 39 секунд. Медленнее всего испытания прошли Настасия и Айна. А кто из нас медленнее был? У Настасии 57 секунд, у Айны 59. Эх. Настасия, Айна, для вас фактор страха завершен. Я искренне желаю вам удачи сегодня. Сожрать как можно больше всякого дерьма. Вы этого достойны, черт возьми. Спасибо. А мы пойдем домой. Пошли. Тараран-тараран. С одной стороны обидно, с другой стороны не очень. Потом посмотрю по телевизору, как мучились мои соперники. Я не знаю, что их ждет в следующем испытании. Но я могу сказать совершенно точно, я рада, что мне этого делать не придется. Обгоревшие, но довольные, принимайте мои поздравления. Пройти даже одно испытание фактора страха – это событие. Но оно открывает дверь туда, где вам станет по-настоящему жутко. Во второе испытание. Фактор страха продолжается. Да что будет-то? Мне страшно и адреналин, и такой азарт. Типа, ну что же будет? Как бы это интересно очень и захватывающе. Все думаем, что будем что-то есть. Какую-нибудь гадость. Я еще боюсь замкнутых пространств, поэтому не хотелось бы что-то такое. Когда мы шли, я ждала, что будут какие-то гады. Что-то с ними надо будет делать, взаимодействовать. Каких предположений у нас только не было, что нас тут ждет. Ну, издалека было видно, что какая-то яма. Мне кажется, это какой-то колодец, и там змей. Нас будут заливать. Смотри, а если закапывать будут? Все, что вы говорите, мне не нравится. Так. Так, так, так. Нет. Что это? Это что? Что тут? Это выгребная яма? Друзья, вы на точке второго испытания. Теперь вас четверо. Самые слабые и медлительные покинули нас. И вы позавидуете им, когда мы приступим. Интересно. Это одно из самых жутких испытаний, которые я только видел. В чем ужас? Встречайте главную участницу в испытании «Фундамент». Бетономешалка. Нет. Реально? Реально бетономешалка. Какой бетон? Заживо забетонируют. Ну, вообще, это опасно. Уже страх затмевает вообще разум, и все на свете. Туда! Уезжай! Сюда не ехать! Ехай не сюда! Нервы присутствуют. Без спора. Ой, ой, ошеньки. Хотите узнать правила? Да. Да. В этой коробке мы закроем вас решеткой и будем заливать быстросохнущим цементом. Чтобы не стать частью фундамента, вам нужно очень быстро распутать все веревки и открыть боковую панель, чтобы освободиться. Очень сильно пугает, потому что это, мать его, бетон, который будет заливать тебя, и веревка упадет туда. Надо как-то это все продеть. Я понятия не имею, как это будет происходить. Дальше пройдут только те, кто справился. Если смогут все, в чем я очень сомневаюсь, мы выгоним самых медленных. Как всегда, первым будет тот, кого не жалко. Наташка. То есть, любой из вас. Пожребию начинать выпало... Не надо. Ивану Пышненко. Ваня, фу, все. Е, давай. Повезло, да? Ну страшно, сейчас бетон будет заливать меня. Главное, мне кажется, в этой ситуации не запаниковать, потому что паника худший помощник. Ваня, давай, ты справишься со всем. Но это не точно. Мне кажется, самое страшное, это когда ты лежишь и понимаешь, что пространство замкнуто, и сейчас вот это все польется. Заливай цемент! На старт! Внимание! Поехали! Когда стал заливаться в литон, и брызги на меня прилетели, конечно, мне было страшно. Я думал, что я не смогу там нормально дышать. Давай! Я очень переживал, что веревка запутается. Чем дольше ее развязываешь, тем она становится длинней. И она как раз по бетону, ее тяжело тянуть. И в этом был страх. Я переживал за то, что это действительно цемент будет быстро затвердевать. И я сбивал ногами бетон, чтобы он не твердел. Я не ожидал, что он это пройдет. У него сильно лило с самого начала, я считаю. Я когда смотрел, я думал, что он не сможет и будет говорить «стоп». Это страшно. Трясет, да? Не могу, да, трясет, потому что, ну, стресс реально такой. Честно говоря, я очень паниковал, и себе не было видно. Не было видно? Было, было. Я видела, я видела. Я сейчас объективно понимаю, что быстрее я бы не справился. Быстрее я не смог бы. Следующим испачкается в бетоне и, может, останется на этом заводе Никита Пресняков. Да! Психологический дискомфорт, конечно, присутствует. То, что, опять же, это бетон. Я не знаю, насколько быстро он застывает. И все важные причиндалы могут там, в принципе, обетониться. Вы видели, что Никита сделал? Что? Это было какое-то заклинание. Он, по-моему, попросил цементных богов помочь ему. Я даже не знаю, что здесь поможет. Здесь поможет просто вера в себя и сосредоточиться по максималкам надо. Заливай! Вообще, все-таки, это неприятно, я думаю. Это прямо адреналин, потому что первые брызги летят тебе сразу в лицо, в ноздри, в уши, там, вот, вблизи. На старт! Внимание! Пошел! И я начинаю. Первый узел — это очень легко. Дальше я думал, окей, я развяжу его, положу в руку. Ну, чтобы у тебя, как бы, вот эта вся мотня скопилась в руке. И, как бы, можно там, если что, это продеть будет, там, ну, либо, как минимум, когда ты будешь это потом разматывать, это будет где-то рядом. Это плохая тактика, я вам посоветую. Именно на этом моменте упала веревка, по-моему, уже в бетон. И я вот там потерялся, где начало, где конец ее. Торопись, Никита! Понимаю, что, как бы, нужно делать вроде все медленно, потому что, когда ты спешишь, от этого хуже. Он завязал узел еще один. Давай, Никита! Отлично! Это нереально! Как это сделать? В момент там так все запуталось, что я вообще уже не понимал, куда там ее крутить, куда дергать. Делай, не останавливайся! Поскольку это так долго все продолжалось, реально я начал чувствовать, что твердеет бетон. Отлично, да, да, да! Правильно! Вот! Он реально твердеет? Да! Твердеет! Я думаю, так, окей, а сколько должно уйти времени, чтобы этот бетон реально застыл до конца? И тут вот у меня мысли посетили, может быть, стоит уже тормозить, иначе я там прямо реально застряну. Двигай ногами! Давай, давай! Ну, я решил уже идти до конца, раз это все началось. Торопись! Вот, я как-то сделал, по-моему, это. Время идет! Все, 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 вот он. Почти! Ну, все, вот! Отвязал! Дергай, дергай! Дергай! Ух! Есть! Если с предыдущим конкурсом сравнивать, я чувствовал, что я реально быстро сделал, и, скорее всего, я прошел, то здесь я так уже не чувствую. Следующим отправится на испытание госпожа Медведева! Как неожиданно! Ты счастлива? Да! Я очень хочу пройти финал, но если волнение все меня охватит, то все пойдет нехорошо. Запускайте бетон! На старт! Внимание! В марш! Идет очень уверенно и сконцентрированно, я бы сказал. Наташа, пока у тебя есть шанс стать первой в этом испытании! Давай, торопись! Ты очень хорошо идешь! Силы есть продолжать, потому что было огромное желание участвовать в финале. Наташа, зачем ты цепляешься ногами? Мне начало поднимать, меня придавило к этой решетке, и было сложнее, на самом деле, потому что я легко погрузиться наоборот, чтобы переплыть в другую часть. Вот, вот тут начинается самый... Вот этот, когда-то веревка туда падает. станет бетонный, тяжелый, и вообще начала запутываться. Вот сейчас будет интересно нырять приятно. Наташа, торопись! Ну, твердеет, что ли? Я не понимаю уже. Конечно, твердеет. Это обычный бетон. Он же застывает. Наташа, торопись! Жижа тяжелая, ее много, и сложно с ней сопротивляться, это точно. Особенно такой маленькой, как я. Тяни! Все, есть! Есть! Молодец! Переживаю за время. Слушай, финал очень хочется. Саша, тебе страшно? Скажи честно. Да, мне страшно. Ты завершаешь это испытание. Классно. Для тебя остался самый быстросохнущий бетон. Прекрасно. И самые сложные узлы. Чудесно. Боязнь есть, конечно, но не хочется выиграть. Это совершенно нормальное желание для участника подобного шоу. Заливай! На старт! Внимание! Поехали! И я нырнул в первый квадрат, перекинул сразу веревку, вынырнул во втором, там ее намотал, положил сверху, нырнул в третий, и вот уже из третьего вернуться обратно было, конечно, ну, такое себе, потому что там уже бетон. Сейчас запутаешься. Все, смотри, началось. Я думаю, что нет, не сегодня, не сейчас. Я сейчас все сделаю. Есть! Поэтому победный танец. Мне очень интересно, кто пошел в финал. Испытание «Фундамент» закончилось. Вы все смогли преодолеть себя и пройти его до конца. Вы смелые люди. Вам аплодисменты. Но двое из вас увязли в бетоне по уши и показали слишком медленное время. Александр Степанов справился за одну минуту 30 секунд. Долго. Иван Пышненко. Одна минута 34 секунды. Наталья Медведева. Две минуты 47 секунд. Никита Бресняков. Две минуты 50 секунд. О-о-о! Никита, Наташа, для вас фактор страха завершен. Мы прощаемся с вами. Конечно, расстроена, потому что было огромное желание участвовать в финале. Обидно за то, что я не смогу испытать финальное испытание. Потому что я знаю, что обычно на фактор страха именно третье испытание всегда связано с какими-то каскадерскими трюками. И вот это мне очень интересно. А для вас, мужчины, все только начинается. Если вы сможете внушить себе, что бояться нечего, получите шанс выиграть 250 тысяч. Но это практически невозможно. Потому что финальный раунд будет намного страшнее и опаснее первых двух испытаний вместе взятых. Как всегда, на факторе страха. Наташа достойный сильный соперник. И он как бы занимается спортом. Но и я тоже непростой человек. Поэтому, наверное, будет какая-то заруба. я вижу, что нас привезли на взлетную полосу. Но я думаю, не просто так. Сразу в голове парашют, сразу вертолет, сразу все. я думаю, аааа. И потом я вижу грузовик. Эта фура должна ехать. И что-то мне кажется, что мы будем стоять сверху в этот момент. не за рулем, думаешь? Один за рулем, а второй сверху. А, это прикольно, кстати. Типа я буду пробовать тебя сбросить. Цель скинуть, да, да. Пока меня это смущает, потому что непонятно. Что это? Что? Ребята, я поздравляю вас. Вы дошли до финала. 250 тысяч достанутся тому, кто быстрее соперника пройдет последнее испытание. Оно называется ловец ключей. Ловец ключей. Ну, если я скажу, что я не нервничаю, наверное, я обману. Ребят, я готов рассказать вам правила третьего испытания. Они очень просты. Вам нужно удержаться на крыше грузовика, который несется по взлетной полосе на огромной скорости. Вы будете проезжать перекладины, на которых развешаны ключи. Их нужно срывать на полном ходу и открывать замки на ящике. Ключи с длинными флажками подходят к замкам. С короткими нет. Всего замков пять. Открываете ящик, нажимаете на кнопку и испытание прекращается. Кто сделает все быстрее соперника, победит в этом выпуске. на самом деле внутри я очень волнуюсь, потому что финальное испытание это машина. Ты еще сказал, по ключи. Я немножечко плохо вижу. И хватать вот это, это, конечно, не мое. Может быть, мне поможет то, что я раньше занимался бейсболом. И действительно не выкидает мысль, а с чего это мы это все делаем на аэродроме. На взлетной полосе, между прочим. Меня смущает, что это взлетная полоса и в итоге реально грузовик разгонится нормально, прям сильно, потому что есть возможность. Первым начнет Иван Пышненко. Серьезно? Ничего себе. Ну, я не буду говорить, что я с тебя болею. Главное, чтобы я сегодня домой вернулся здоровый, без травм. Давай, Ванек! На самом деле, я не хочу к вам взять флажок. Он просто не дослышал. Я сказал, давай, Ванек, не бери флажок. Первым быть тяжело, потому что непонятно, как это делать. Ну что, начали! Смотрим! Когда я поехал, я, честно говоря, думал, что это будет легко, но это очень сложно. Ты стоишь, тебе нужно держать равновесие и светит солнце в глаза. Итак, как думаешь, какое у него зрение? Видит ли он, что посередине сейчас находится глины флажок? Блин, Ваня, Ваня, Ваня! Издалека видел ключ, но когда ты движешься на грузовике, немножко тяжело рассчитать и непонятно, как это будет. А, слушай, понял, понял. Да, все видит. первый замок есть. Да. Первый замок есть. Если он сейчас так же легко справится с остальными замками, тебе будет... Ветра даже нет, посмотри. Прямо недуновение ветерка. Итак, наблюдаем за вторым заездом. Ну, левее, куда ты? Это что такое? Пугают какие-то хлопушки? Когда, если не сейчас, облажаться хорошенечко и оставить мне фору? У меня настрой всегда такой, боевой. Третий заезд Ивана Пышненко. Посмотрим, сможет ли он взять третий ключ. Мне кажется, грузовик ехал, ну, наверное, скорость. Вот теперь, видишь, его болтает. Я не буду вам врать, что я не рад. Ну, я, конечно, очень хочу победить. Так, четвертый заезд. Посмотрим, сможет ли Ваня на этот раз сорвать третий ключ. Ваня, давай! Давай, не бери! Ты сможешь! Ты сможешь не взять его! Оно тебе надо! Вот это я понимаю, здоровая конкуренция! Есть! Отлично, отлично! Он прям очень-очень агрессивно он сцепился в этот флажок. Это капец, это очень сложно. У меня в какой-то момент я понимаю, что я стою, а у меня ноги трясутся, потому что волнуюсь. Так, это у него уже пятый заезд. И четвертый ключ. И четвертый ключ, если он его возьмет. Если честно, мне бы хотелось, чтобы он его не взял. Так. Балтай фура, балтай фура. Бивей! Бивей! Нет, он слишком хорош. он его взял. Так, четыре ключа есть, остался последний. Но все-таки один промах есть, и это дает тебе хорошую фору. На самом деле, может показаться, что все-таки стоят здесь спокойно, но внутри творится, видите, я на месте не могу стоять, внутри творится кавардак просто. Но внешне, я бы не сказал, внешне ты просто сейчас такой викинг. Это же фактор страха, конечно, боюсь. Маня, последний ключ, последний. Ты сможешь. Или нет, катайся, сколько хочешь. Давай, давай. Делай как надо, красиво. А ну-ка, мой мужок, крайний заезд, а может быть, и нет. Бивей! Блин, ну давай. Все, Ваня Пышненко закончил испытание, собрал пять ключей, было заездов шесть. Ваня, ты молодец, но не расслабляйся. Финальное испытание начинается для СТ. Вань, что-то пожелаешь Саше перед тем, как он пойдет на испытание? Ну, удобнее ловить, когда ты с закрытыми глазами. Я, конечно, очень хочу победить. И звезды все сегодня сошлись так, что это может произойти. Осталось собраться с мыслями и сделать это. Первый заезд СТ. Сейчас я запущу время. Давай! Давай! Все, что я кричал, это я так себя подбадривал, заводил все-таки, но цель была выиграть. Смотрим, видит ли он длинный флажок, который ему нужен. Он упустил. Я понимаю, что ключ лежит в конце фуры, надо его достать. Он уронил флажок! Его все-таки сбил взрыв. И непонятно, сейчас сможет ли он его достать. я думаю, он ногой не достал. Пока меня все устраивает. Все, улетел? Фигушки, я достану этот ключ. Зачем ты отцепился, псих? Цель была выиграть, поэтому все средства должны были быть использованы. Он его все-таки достал ради победы. отцепил крепление безопасности, свою страховку, чтобы взять ключ. Без страховки было стримновато. То есть, если бы он сильно вильнул, я бы на одном этом и все, и туда бы полетел. Но потом ключ в руках, я себе быстро пристегнул, открыл, здорово. преодолел свой страх все-таки и взял ключ. Это прям очень непросто. Разогналась фура, видно, что скорость намного выше. Фига себе! Давай, давай, разгоняйся! Молодец, Саня! Вот сейчас пойдет самое интересное на факторе страха! Волнуешься? Ну, конечно, я уже все. Понимаешь, от меня ничего не зависит. Лучше бы я был вторым, потому что тяжело, ты никак не можешь повлиять уже на результат. Подожми давай! Мне выиграть надо! И... Опять выронил! Улетел ключ? Вон она лежит, по-моему. Это он? Подожди. Упал! Понял, что у меня есть все шансы, что я выиграю. Тем более на него давил груз ответственность, потому что ему уже ошибаться было вообще нельзя. Разгоняется фура, смотрим. Итак, момент истины! нет смысла продолжать дальше испытания, потому что уже все очевидно. Это фактор страха, друзья! Здесь все неожиданно, нельзя предугадать, кто победит. пипец как обидно. Надо было просто пять раз сделать это без ошибки и все. Ай! Что-то все повалилось из рук сегодня. Есть такое выражение же, да? Вот, и вот у меня буквально все повалилось из рук. Это третье испытание фактора страха. Здесь всегда непросто. Но когда соревнуются два таких мощных атлета, сложность возрастает. Иван сорвал пять ключей за шесть заездов. Чтобы выиграть СТ, тебе вообще нельзя было ошибаться. Ты дважды уронил ключ, и продолжать нам не имело никакого смысла. Ты проиграл. Прощай. Пока. Спасибо, мне было приятно. Пока, мне было нет. Это очень обидно. Особенно по-мужски. Он еще менее спортивный. Ты думаешь, спортивный. Он взял и выиграл у меня. Ну, вообще, вот так хочется себе сделать. Иван, ни огонь, ни цемент, ни соперники, ни твои фобии не смогли помешать тебе победить на факторе страха. И я поздравляю тебя. Сегодня ты лучший. Я выиграл фактор страха. Я самый лучший человек на земле. Пожалуйста, запомните это. Иван Пашненко. Чемпион фактора страха всех времен и народов. На что потратишь 250 тысяч? Я хочу, чтобы эти деньги пошли в фонд Клуб Добряков Марии Субанты. Это называется победить самому, чтобы отдать победу другим. Так поступают только благородные люди. Я являюсь попечителем этого фонда. И вообще, в принципе, даже не сами деньги важны, а то, что люди узнают про этот фонд и будут так же помогать, как и я. Как всегда, в следующем выпуске шестеро отважных смельчаков встретятся с ужасными фобиями и постараются побороть их, чтобы проверить себя на прочность и попытаться выиграть 250 тысяч. Меня зовут Анатолий Цой. Вы смотрели «Фактор страха». Продолжайте в том же духе! «Фактор» «Фактор» vulnerabilities simult у к